МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двое суток в снежном плену. Колонна из 150 машин наконец добралась до столицы. На помощь заложникам непогоды пришла военная техника. Из аэропорта на больничную койку 8 пассажиров, прибывших из Китая, госпитализировались с подозрительными симптомами. Между тем регионы, соседствующие с Поднебесной, активно запасаются противовирусными препаратами и защитными масками. Гости, которых не ждали. Фермеры несут убытки из-за нападения волков на домашний скот. Как быть с растущей проблемой? И обо всем по порядку. В Нур-Султан из-за Коля наконец прибыла автоколонна из более чем 150 машин. Это водители и пассажиры, оказавшиеся заложниками непогоды. Почти двое суток они были вынуждены ждать открытия трассы, но она еще закрыта. До столицы люди добрались с помощью спасателей. Асхат Нязов расскажет подробнее. В снежном плену водители и их пассажиры пробыли около двух суток. Кто-то больше, кто-то меньше. Но доехать вовремя не получилось у всех. Как бы ни старались. Все социальные сети и мессенджеры последние дни буквально заполонили вот такими видео. С Кокшетау мы выехали, не доезжая, вкоротали, мы встали, получается. Семьей у меня, бабушка, дедушка сзади. Мы всю ночь провели в машине. Выехавшие из Кокшетау, Щучинска, Степногорска и других городов по пути в столицу с трудом доехали до Аколя. Здесь, переждав ночь, утром организовали спецколонну, которая в сопровождении полицейских и служб ЧАЭС выехали в Нур-Султан. Пост на въезде в столицу. Здесь все. Полиция, журналисты и даже военная техника. И вот вдалеке появились первые огоньки. Нет, ложная тревога. Оказалось, просто трактор дорогу расчищает. А вот эти проблесковые маячки уже ни с чем не перепутаешь. Едут. Среди ожидающих здесь даже Ерлан Тургумбаев. Не каждый день на въезде в город тебя с улыбкой на лице встречает министр внутренних дел. Он решил сам проконтролировать процесс. В течение двух суток в снежном плену остались наши граждане. Около 250 машин с Макенки заехали в Ахкуль. Дальше уже не смогли мы пробить дорогу. Поэтому там были организованы эвакуационные пункты, организовано горячее питание. Но уже двое суток наши граждане находились там. Несмотря на такие тяжелые погодные условия, все-таки сегодня было принято решение сделать три колонны. И в сопровождении специальной техники, военной техники, данные там три колонны идут. Но недалеко, буквально 40 километров отсюда, в связи с тем, что ветер стал усиливаться, все три колонны объединились в одну и сейчас уже по дороге идут 174 автотранспорта. Однако в центре внимания сегодня не главный полицейский страны, а водители, которых встречали как будто с фронта. Вот и военная техника добавляет антуражу. Некоторые автолюбители были немного в шоке от такого внимания. Здравствуйте, Хабар 24. С приездом вас! Скажите, сколько ехали? Двое суток всего ехали. А там в околе ночевали, да, получается, вы? Да, в машине ночевали. В машине ночевали. Вас кормили, воду предоставляли? Так, я ничего не видел, там столовая была. Столовая была. Вас кормили в столовой? Да, сами платили там. Водители рассказали и даже показали, в каком-то время приходилось выживать. По дороге встретили больше 10 автомобилей, которые были просто брошены на трассе. Последние 100 километров из околя они добирались 3 часа. Сильно метет. Все заметено. Переметы большие. В эти напряженные для всех участников движения дни спасатели несколько раз оказывались буквально на грани смерти и жизни. На номер 112 поступил вывоз из Арханского района, а то, что ожидается роды роженицы. Оперативно был выставлен автомобиль повышенной проходимости, пожарный автомобиль трехмостовый. Забрал роженицу совместно с фельдшером и повез непосредственно в центральную районную больницу. Не доезжая до центральной районной больницы, были приняты роды непосредственно в пожарном автомобиле. Родился ребенок, здоровый, дай бог ему здоровья. Кто родился? Ребенок, мальчик. Как назвали? Не могу знать. Родители его спрашивают. После такой истории мальчика смело можно назвать Буранбаем. А в целом у всех этих людей сегодня второй день рождения. К счастью, никто не пострадал. И это самое главное. За это министр внутренних дел лично поблагодарил спасателей и всех причастных к спасению людей. Асхат Незов, Умрубек Изимов, Ерзат Зайтхан. Хабар, 24. Снег в любом случае растает, а инвесторы сами не придут. Алтай Кульгинов в эфире нашего телеканала прокомментировал решение покинуть город, в котором сохраняется режим ЧАЭС. Отмечу, многие жители столицы подобный поступок восприняли неоднозначно. Напомню, столичный городоначальник в составе официальной делегации находился в нескольких тысячах километрах от заснеженного мегаполиса в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако, по его словам, это никак не отразилось на качестве работы коммунальщиков. Кроме того, сразу по прилету, подчеркнул Аким, он отправился с инспекцией на улицы главного города страны. Сейчас нет причин для паники. Это природа. Накануне с 23.00 до 3.00 ночи объезжал город. Снег везде чистят. Я проверял. Был и на полигоне. Там тоже ведется работа. Хочу поблагодарить всех за помощь. Но ее еще много. После того, как буран закончится, мы будем продолжать работу. В первую очередь необходимо очистить социальные объекты. В городе выпало 50 сантиметров снега. Это много. А норма всего 16. Мы просто так не сидим. Мы работаем. Спросили наши коллеги Акима и о работе общественного транспорта в условиях непогоды. Отмечу, в эфире нашего телеканала, а также на страницах социальных сетей, жители столицы выступали с критикой по поводу резкого увеличения интервалов движения автобусов. По одной из версий, трафик изменился после закрытия автобусного парка номер два. Акимат задолжал перевозчику свыше 100 миллионов тенге в виде субсидий. Об этом мы рассказывали в середине января. Однако столичный городоначальник эти предположения опроверг, отметив, что дефицит транспортных средств действительно был, однако его удалось нивелировать за счет других автопарков. Не обошли стороной коллеги и тему весенних паводков, риск возникновения которых из-за обильных осадков в мегаполисе достаточно высок. Алтай Кульгинов пообещал приложить все усилия по их предотвращению. Правда, конкретного плана действия он не озвучил. Мы начали подготовку к паводкам. В ближайшие дни метель закончится. У нас есть коридор в две недели. В феврале из частного сектора мы начнем убирать снег. Это в первую очередь делается для безопасности местных жителей. Мы намерены серьезно усилить подготовку к паводкам. Но вот непогода подвергла серьезным испытаниям жителей целого ряда областей. Закрытыми остаются республиканские и региональные трассы. На дорогах в снежных переметах остаются сотни машин. Работы по спасению людей и техники ведут в круглосуточном режиме. С какими трудностями приходится сталкиваться казахстанцам, об этом в следующем материале. Дорога за Байзагиром. До города Новосултан 30 километров. Видимость нулевая. И такая видимость сохраняется на большинстве дорогах Молинской области. Уже несколько дней закрытыми остаются автотрассы Нурсултан-Щущенский и Нурсултан-Павладар. Наиболее сложная обстановка, по словам спасателей, в Верементауском и Цельноградском районах. Ежедневно с дорог в пункты обогрева эвакуируются сотни людей. Между тем, из-за непрекращающегося снегопада и бурана в карагандинских школах вновь отменили занятия. В регионе сохраняется ветер силой до 25 метров в секунду. Нулевая видимость и за городом. Только за минувшие сутки в результате спасательных работ помощь получили 30 человек. Очень сложные и большие переметы. Некоторые переметы до 10-15 километров. Поэтому на пунктах пропуска у нас сейчас находится более 290 единиц техники. Водители, пассажиры размещены в пунктах обогрева. Поступает сигналы по больным, которых необходимо вывезти из населенных пунктов, где нет дорожного сообщения. Высокопроходимая техника департамента задействована в полном составе. Последствия непогоды устраняет и в Североказахстанской области. Накануне доступ к 70 населенным пунктам был закрыт из-за бездорожья. 47 из них путь уже расчищен. Вместе с тем в самом Петропавловске начались рейды по благоустройству. Около 200 жителей уже получили предупреждение за неуборность территории снег. Больше всего это, конечно, касается жителей частного сектора, когда, получается, сами жители на территорию соседей выбрасывают снег. Много у нас жалоб поступает. То есть при уборке территории соседу переваливают снег и потом жалобы идут. Также в магазинах, получается, от кольца начинают откидывать снег и бросают, получается, на прохожую часть. А в Кустанайской области из заснеженных поселков пришлось эвакуировать двоих детей. Помощь спасателей и медиков требовалась малышам 3 и 6 месяцев. До пациентов врачи добирались на спецтехнике. Последствия снежной стихии устраняют во многих областях. Частично закрытыми остаются дороги Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркистанской и других областях. По словам специалистов, аварийно-спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме. Азамат Казжанов при поддержке региональных корреспондентов для Хабар-24. В российской столице обильные осадки парализовали улицы города. На дорогах пробки из-за гололеда есть риск увеличения аварий. И погода наблюдается и в других точках мира. Наводнения в Бразилии и Мадагаскаре унесли десятки жизней. А в Исландии жители ждут извержения вулкана. Обо всем подробнее расскажет наш международный обозреватель Асиль Жанбершин. Асиль, какие меры все-таки принимают московские власти? Власти усилили коммунальные службы, а автомобилистам рекомендовано пересесть на общественный транспорт. Подробнее расскажу в обзоре. Кстати, неплохая идея, что может быть и нам воспользоваться тоже, чтобы автомобилисты пересели на общественный транспорт. Вполне возможно. Обещанный синоптиками самый сильный с начала зимы снегопад начался в Москве. За ночь в городе выпало до 8 сантиметров снега. Из-за чего коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. Непогода принесла гололед и сильные ветры власти объявили желтый уровень опасности. Почти половина месячной нормы осадков выпала и в Новосибирске. А вот жители Челябинской области на этой неделе ожидают сильные морозы. По данным метеорологов, столбики и термометра опустятся до минус 30 градусов Цельсия. Весь январь, весь декабрь ждали этот снег. Наконец-то спасибо. Хотя бы к концу января. Возвращается слегка новогоднее настроение. Все классно. Единственное, только неудобно, конечно, но наши службы, спасибо, стараются заботиться о нас. Прекрасная погода, хорошее настроение. Красивая Москва. Сейчас поменялась немножко погода, но сейчас такой легкий снегопад. Ну приятный такой, знаете, легенькая пороша такая идет. Выпали долгожданные осадки и в Чехии особенно ждали снеголюбители спорта. Поскольку из-за недостаточного количества снежного покрова многие зимние состязания отменялись. Так, например, под угрозой срыва были популярные гонки на собачьих упряжках. Они проводятся 24 года подряд. На соревнования съезжаются спортсмены из разных стран. В этом году участвовали 74 команды. Снега маловато, но на вершине его достаточно. В этот раз холмы немного ниже, чем обычно, но гонка интересная и захватывающая. Я рад, что выпал долгожданный снег. Конечно, если снега было бы на метр больше, все было бы иначе. Но вид все равно романтичный. Я доволен и счастлив, что эта гонка по-прежнему есть. Спасибо тем, кто не сдался и подготовил для нас эти соревнования. В Бразилии не прекращаются проливные дожди. Они привели к наводнениям и оползням, жертвами которых стали 57 человек. 18 пропали без вести. Сильнее всего пострадал юг страны. В 120 населенных пунктах объявлено чрезвычайное положение. Более 2000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Власти разместили их в специальных лагерях. Сейчас мы эвакуируем жителей. Разрушены десятки домов, повреждены линии электропередач. Мы делаем все возможное, чтобы помочь гражданам. Во власти Большой воды и Мадагаскар. Особенно пострадала северо-западная часть острова. Там жертвами непогоды стали 26 человек. Дожди размыли десятки дорог. Это привело к проблемам с доставкой продовольственных и промышленных товаров в ряде регионов. На Филиппинах еще 12 января проснулся вулкан Тааль. Он продолжает проявлять активность. Сейсмологи зарегистрировали около 500 землетрясений. Подземные толчки нанесли большой ущерб инфраструктуре страны. Власти эвакуировали из опасных районов более 30 тысяч людей. 14 населенных пунктов провинции Батангас полностью закрыты. Это вызвало недовольство у местных жителей, поскольку многие хотят вернуться в свои дома. Но их не пускают сотрудники полиции, из-за чего на пропускных пунктах граждане устроили забастовку. Я хочу добраться до своего дома, поскольку там находится мой скот. Мы не знаем, когда вулкан вспыхнет. А вдруг этого и вовсе не произойдет? Тогда все мое хозяйство погибнет. Ожидают извержение вулкана Торбьорен и в весландском городе Гриндавик. Недавно там прошло землетрясение мактитудой 3,7. Специалисты не исключают его скорого извержения. Они установили в этой зоне измерительные приборы, которые помогут следить за сейсмической активностью. Сергей, у меня на этом все. Мы все-таки не одни, мы только противостоим стихии. Спасибо. А я напомню, с международным обзором была Асель Жан Барши. Ну а мы продолжим через некоторое время. Мы смотрим вечернюю информационную программу и мы продолжаем выпуск. Количество госпитализированных с признаками ОРВИ в Казахстане увеличилось до 8 человек. После поездки в Китай у них наблюдается повышенная температура тела и другие признаки простудных заболеваний. Больны ли они новым коронавирусом, пока неизвестно. У пациента взяли все необходимые анализы. В ближайшее время врачи будут наблюдать за их состоянием. Между тем, случаи заражения новым коронавирусом уже зафиксированы более чем в 10 странах мира, в том числе в Австралии, Японии, Южной Корее, Франции и США. Количество жертв ежедневно растет. Какие меры принимают в Казахстане для борьбы со смертельной инфекцией, расскажет Гульшат Срикбекова. Четыре человека в первой половине дня и шесть во второй. Глава Минздрава рассказал о том, сколько пациентов госпитализировали с подозрительными симптомами. С температурой и кашлем их встретили в аэропорту, куда они прибыли из Китая и сразу же предложили проехать в больницу. На сегодня, на утро было, как мы говорили, госпитализировано четыре, четверо больных. Из них на сегодня в городе Алматы двое уже отпущены после оказания амбулаторной помощи. Только что во второй половине дня поступила еще дополнительная информация о госпитализации одного человека в Алматы, в Акмолинской области. Значит, госпитализирована семья в связи с тем, что они тоже побывали в Китае. У всех у них признаки острых респираторных вирусов. У двоих детей из этой семьи отмечается высокая температура. У взрослых особых признаков нет, но поскольку они все были в контакте, их госпитализировали. Госпитализировано пять человек. Один пациент с подозрением на коронавирус находится в столичной детской инфекционной больнице. Это 17-летняя девушка, которая накануне прилетела из Пекина. Отобраны все мазки. Мы сейчас проводим исследования на гриппозные и негриппозные инфекции. То есть наши сезонные. Потому что, возможно, она приехала с какими-нибудь тем вирусами или с гриппом, который у нас и циркулирует. Сегодня в течение дня результаты будут готовы. Девочка активная. Никаких больше жалоб на ней предъявляют, кроме температуры. По информации Министерства здравоохранения, казахстанские медики готовятся к массовому распространению вируса в стране. Организованный резервный инфекционный стационар на 4,5 тысячи коек. Проведено специальное обучение среди персонала. Выделены дополнительные деньги на закуп медицинских препаратов. Пограничные службы сотрудничают с заинтересованными структурами, передавая информацию обо всех прибывающих из Китая гражданах. Врачи намерены взять их на отдельный учет. Хочу также сделать обращение ко всем гражданам Республики Казахстан, прибывающим из Китайской Народной Республики. Не всегда мы можем до всех дозвониться. Все граждане, которые в течение последних 14 дней прибыли из Китайской Народной Республики и также из, возможно, стран сопредельных прийти или позвонить в свою поликлинику по месту жительства, просто зарегистрироваться у своих врачей, сообщить, есть ли у вас какие-то проблемы со здоровьем. Это в вашей же безопасности, чтобы наши медицинские специалисты вели наблюдение на случай, если будет ухудшение здоровья, чтобы мы могли своевременно принять меры обезопасить вас и ваших членов семьи. В настоящее время в Китае, где бушует опасный коронавирус, все еще находятся 1300 казахстанских граждан. Из них больше 600 – туристы, отдыхающие на острове Хайнань. Из-за карантина очаг инфекции город Ухань сейчас не могут покинуть 98 наших студентов. Закрывать границу с Китаем власти пока не собираются. Если это произойдет, то и наши соотечественники, наряду с иностранцами, не смогут въехать в страну. В этой связи казахстанской стороной уже была направлена официальная нота к китайской стороне. Мы в настоящее время прорабатываем вопросы относительно эвакуации наших студентов из города Ухань. В настоящее время, я уже сказал, там находится 98 наших студентов. Идет обзвон, с каждым студентом разговаривают наши дипломаты. И в зависимости от их количества пожелавших, мы уже будем прорабатывать отправку специального борта. И получение дипломатического разрешения сейчас находится уже на стадии согласования с китайской стороной. Временно приостановить движение двух поездов, курсирующих между китайским городом Урумчи и нашей страной, готов и национальный перевозчик, чтобы вирус не проник вместе с потоком пассажиров. Распространяется он очень быстро. По последним данным, им уже заразились около 4,5 тысяч человек. Больше ста погибли. Гульшат Терекбекова, Хабар, 24. В Министерстве иностранных дел Казахстана открыли горячую линию по вопросам коронавируса для наших граждан, находящихся в Китае. По номеру, который вы сейчас видите на своих экранах, можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии посольства Казахстана в Пекине. Плюс 86 10 653 241 89. Кроме того, в нашей республике по вопросам коронавируса можно проконсультироваться в рабочее время по номеру плюс 7, код города 7172 и телефон 7205 49. В нерабочее время плюс 7, код города 7172 и телефон 720111. Алматинцы пачками скупают медицинские маски. Уже несколько дней в аптеках мегаполиса наблюдается ажиотаж. Люди выстраиваются в очереди за марлевыми повязками. Сладывающиеся нездоровые ситуации в соседнем государстве беспокоены не только горожане, но и врачи. Особенно сейчас, когда на носу конец китайского Нового года. 30-31 января в Казахстан начнут возвращаться граждане КНР, работающие в нашей стране. По последним данным, на территории республики трудятся около 2000 жителей Поднебесной. У 18 из них уже на родине выявили коронавирусную инфекцию. Детских 50, взрослых 30. Зачем купили столько? Не много ли? Нормально. Зачем купили? Надо же предохраняться же. От чего? От вируса. От какого? Ну, коронавирус, который в Китае. Ребенку приобрели маски, в школу ходит маска, даже перчатки. И он так ответственно, дети относятся, больше, наверное, чем взрослые. Ну, нету эпидемии, но они все читают интернет, то есть смотрят интернет. И по интернету, то, что идет эпидемия в Китае, они считают, что даже вот он, пятиклассник, находится в Китае у нас рядом. В Алматы усиливают меры санитарного контроля. В частности, четкую инструкцию получили сотрудники аэропорта, пограничники и работники таможни. Под пристальным вниманием транзитные пассажиры и особенно туристы из Китая и Таиланда. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, чтобы в случае необходимости незамедлительно изолировать казахстанцев или иностранцев с подозрением на коронавирус. В алматинских больницах в срочном порядке готовят дополнительные свободные койки для госпитализации таких больных. Клиники уже готовы принять до 240 человек. На границе при въезде еженедельно на территорию Алматы прибывают рейсы от 13 до 20. Количеством пассажиров 2-2,5 тысячи. Буквально вчера прибыло 300 чем-то пассажиров из Китая. Все проходят термометрию, у нас есть тепловизоры и портативные индикаторы, измеряющие температуру тела. В зоне прилета столичного аэропорта каждого сканируют тепловизором. Если прибор показывает, что температура тела у человека повышена, врачи уводят его на досмотр. По правилам посторонним вход в эту зону воспрещен, но сегодня журналистам решили продемонстрировать, каким образом усилены меры безопасности. В аэропорту находится и наша съемочная группа на прямой связи со студией Камила Тастанбекова. Камила, здравствуйте. Рассказывайте. Добрый вечер, Сергей. Сразу хочу обозначить, что случаев заболевания от коронавирусной инфекции в Казахстане пока не обнаружено. Усиленный санитарно-эпидемиологический режим действует уже почти месяц. Под особым контролем железнодорожные станции и аэропорты. Сейчас мы находимся в аэропорту Нур-Султана. И, к сожалению, попасть в зону прилета нам не удалось. Вы верно отметили, туда вход посторонним воспрещен. Но сейчас мы находимся... Вот слева от меня, за этой дверью, туда привозят людей, которые находятся под подозрением. Как вычисляют это эпидемиологи? В зону прилета, как только прибывают пассажиры с международных рейсов, их сканируют специальным прибором-тепловизором. За считанное время этот прибор показывает, усилена ли температура, повышена ли температура тела у человека. Если да, его как раз привозят вот сюда. Его, получается, изолируют и проводят дальнейший осмотр. Также хочу добавить, что на данный момент приземлился борт из Сани. Это туристический городок расположен на острове Хайнянь. Одно из самых популярных направлений для отдыха казахстанцев. Мы в ожидании пассажиров. На этом борту было 240 человек. На данный момент из Китая эвакуировано почти 26 тысяч человек. У 23 из них была обнаружена повышенная температура. 4 человека госпитализированы. По информации Министерства здравоохранения, у них взяты все анализы. И через 3 дня уже будет известно, какой у анализов результат. МИД Казахстана, в свою очередь, сегодня заявил, что рассматривается вопрос эвакуации казахстанских студентов с города Ухань. Также хочу добавить, что как только ты заходишь в аэропорт Нур-Султана, бросается в глаза, что практически на всех людях надеты маски. Это и сотрудники пограничных служб, бортпроводники, проходящие мимо, сотрудники аэропорта. Большинство пассажиров также в марлевых повязках. Мы зашли в аптеку аэропорта, хотели приобрести для себя, но на тот момент продавец сказал, что уже все раскуплено. То есть в неделю в аэропорт Нур-Султана прибывает 10 рейсов из Китая в Алматы, 18. Сергей? Я хочу все-таки дождаться людей, чтобы уточнить у них, какая ситуация. Надеюсь, у нас еще есть время. Сегодня министерство здравоохранения также призвало казахстанцев соблюдать элементарный. Призвало казахстанцев не паниковать. Заверило, что вся ситуация находится под контролем. Все службы работают в усиленном режиме. Камила, спасибо вам за комментарий. Мы обязательно с вами еще раз свяжемся в течение этого выпуска. Будьте на связи. Спасибо. Это была Камила Тастанбекова из столичного аэропорта. Рассказала нам о повышенных мерах безопасности. А мы продолжим. Восток Казахстана граничит с Китаем, поэтому предотвратить возможность проникновения коронавируса в регион важнейшая задача. В области уже работает специальный оперативный штаб. Все медицинские организации приведены в повышенную готовность закупленные противовирусные препараты. А врачи прошли обучение на семинаре, где медикам рассказали, как распознать опасную болезнь и что принять в случае необходимости. До 2 февраля приостановлено и пересечение границы через таможенные посты Бахты и Майкопчигай. А сами контрольно-пропускные пункты оснащены тепловизорами. Сейчас решают вопрос о полном прекращении товарооборота с соседним государством. Между тем, для области уже приобрели около 12,5 тысяч защитных костюмов, 670 тысяч респираторов и 7 миллионов одноразовых масок. Готовы две индивидуальные капсулы для транспортировки возможных зараженных. Еще на 4 поданы заявки. Здесь готовность, на мой взгляд, достаточно серьезная. Безусловно, мы понимаем тревогу населения. Вместе с тем, я обращаюсь к своим землякам. Нам нужно сохранять спокойствие. А коронавируса пока в Казахстане нет. Эта ситуация находится под строгим контролем. В случае возникновения подозрения на это заболевание среди населения или же непосредственно постановки этого диагноза, больной будет госпитализирован. В любых наших учреждениях подготовлены боксы для госпитализации такого больного. Есть достаточное количество лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, в том числе медицинского персонала. В Алматинской области на случай проявления в регионе коронавируса дополнительно развернуто 490 больничных мест к имеющимся 500. В изоляторах около сотни. Всеми ведомствами разработан комплексный план по предупреждению карантинных и особо опасных инфекций. Ведут разъяснительную работу. Специальные меры предприняты и в городской многопрофильной больнице. У нас развернутое специальное отделение с отдельным выходом, входом на 20 коек. Каждая палата оборудована для таких пациентов в виде бокса, который исключает тесный контакт с другими пациентами. В области усилили профилактические меры по противодействию коронавирусу. Все медучреждения обеспечены специальными защитными костюмами и масками, также необходимыми лекарственными средствами. Также в министерство мы подали заявку на приобретение дополнительных спецсредств и пяти камер. И к другим темам. В Казахстане построят международные школы, реализоваться проекты, намеренные инвесторы из Эмиратов. Обсуждать вопросы взаимовыгодного сотрудничества с арабской стороной Касым Жмар-Тукаев продолжил и во второй день официального визита в ОАЭ. Репортаж Ирины Панфиловой. Касым Жмар-Тукаев встретился с вице-президентом, а по совместительству и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов. Правитель Дубая Мухаммед Бен Рашид Аль Мактум тепло приветствовал главу Казахстана. Об укреплении инвестиционного климата детально говорили на площадке Международного финансового центра Дубая. Казахстанскую делегацию во главе с президентом ознакомили с работой экономической зоны. Именно она стала моделью при создании Международного финансового центра Астана. Глава государства провел переговоры с исполнительным директором инвестиционной корпорации Дубая Мухаммедом Ибрагимом Аш-Шайбани. Напомню, Международный финансовый центр Дубая работает с 2003 года. Сегодня в нем зарегистрировано свыше 2500 компаний, порядка 600 финансовых институтов. В МФЦА по итогам прошлого года числятся свыше 370 организаций. До конца 2020-го их будет не меньше 500. Что было достигнуто, я считаю, в ходе этого визита, что очень многие компании из региона Ближнего Востока, которые базируются здесь, в Дубае, изъявили желание работать в рамках тех контрактов, которые правительство Республики Казахстан в целом предложило в размере 40 миллиардов долларов. Глава государства предложил им работать через площадку Международного финансового центра. И я думаю, что это очень хорошее движение вперед, когда мы можем предложить уже похожую платформу, потому что и дубайские инвесторы очень хорошо знают, как работает их финансовый центр, и точно такие же условия они могут получить у нас. За прошлый год Международный финансовый центр «Астана» привлек порядка 130 миллионов прямых иностранных инвестиций. Чаще всего бизнесмены вкладывают деньги в нефтегазохимическую промышленность, сельхозпереработку, финансовые услуги, туризм и образование. По итогам вчерашних переговоров с арабскими инвесторами есть перспективы реализовать новые проекты. Опыт работы в образовательной сфере у нас большой. Примерно 130 лет хотим работать у вас, в Казахстане. Мы можем построить две школы в Алматы и столице. Общая стоимость проектов составит порядка 70 миллионов долларов. В следующем году в Казахстан могут прийти новые инвестиции не только из Эмиратов, но и из других стран. Оправдать надежду должна международная выставка «Экспо-2020 Дубай», в которой наша республика примет участие. Сейчас в Дубае идет масштабная стройка. Косымжмарту Тукаеву показали, как будет выглядеть территория выставки. С января свой павильон здесь возводит и Казахстан. По соседству свою экспозицию откроют хозяева, а также США, Люксембург, Монако и Китай. Павильон площадью 3400 квадратных метров призван раскрыть потенциал нашей страны. С точки зрения привлечения туристов, с точки зрения дать информацию о том, какая у нас богатая культура, традиции. Основная экспозиция в павильоне будет направлена на раскрытие экономических возможностей, на привлечение инвестиций в страну. Это и наши ключевые стратегические программы, и в сфере цифровизации, и в сфере транспортно-логистического потенциала. Работать международная выставка Экспо-2020 Дубай будет с октября до апреля следующего года. Ожидается, что за 6 месяцев ее посетят 25 миллионов человек. Ирина Панфилова, Иржан Канапияул и Бахдбек Нуртаев. При поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Из Дубая. Субтитры создавал DimaTorzok нефтеперерабатывающий завод на западе Казахстана. Завод по производству автомобилей марки Hyundai в Алма-Аты сможет выпускать 45 тысяч машин в год. Общий ежегодный объем продукции отечественного автопрома планируется довести до 100 тысяч. Это позволит экспортировать казахстанские автомобили за рубеж. С планами развития отечественного автопрома ознакомился сегодня премьер-министр страны Аскар Мамин. В национальном автомобильном павильоне главе правительства показали модели автобуса «Дамас», грузовые машины «Лабо», а также автомобили «Шевролет». Их в скором времени будут собирать в Костанае. Сегодня в рамках совещания по развитию автомобильной промышленности были обсуждены планы развития автомобильной промышленности. План производства на этот год составляет порядка 100 тысяч автомобилей. И очень серьезно был поставлен вопрос по локализации отечественной автомобильной промышленности, по программе промкооперации. Мы представили модельный ряд автомобилей, производимых в Казахстане, расширение доступной линейки для наших потребителей, проработали условия реализации, льготный режим. Поэтому мы уверены, что планы будут выполнены, объем ежегодный у нас увеличивается, рост. Казахстанский рынок растет, и мы видим, что более и более доступные автомобили входят в определенный тренд. Поэтому задача, правительством которой стоит, будет отечественным автопроизводителям выполняться. В Кабинете министров работают над планом экономического развития. С его помощью будут исполнены поручения президента, данные во время расширенного заседания правительства в минувшую пятницу. Как сегодня отметил министр национальной экономики Руслан Даленов, предложено создать рабочую группу под председательством премьера. И в ее составе определить 10 подгрупп. Они охватят все инициативы главы государства. Возглавят их первые руководители госорганов. План экономического развития будет принят до 15 мая. В него войдут основные меры, разработанные рабочей группой. Каждый центральный и местный государственный орган примут активное участие. Для содержательной проработки проект плана будет вынесен на широкое обсуждение с экспертным сообществом. Рабочим органам предлагается определить Министерство национальной экономики. По налоговой бюджетной политике, за которую будет отвечать Министерство национальной экономики, выработают меры, позволяющие обеспечить стабильность государственного бюджета. До 1 июля будут внесены изменения в бюджетный кодекс по закреплению контрцикличных бюджетных правил. Нацбанк и агентства по регулированию и развитию финансового рынка должны поработать над тем, чтобы рост инфляции не превышал роста экономики. Также Национальный банк презентует проект по внедрению национальной платежной системы. Это произойдет, по словам Ербулата Дусаева, до конца октября. Озвучены планы по всем другим поручениям, в том числе по сокращению непродуктивных бюджетных расходов. Всего по подсчетам членов правительства Касым Жамар-Тукаев озвучил 80 инициатив. Министерство национальной экономики представило комплекс мер по реализации поручений главы государства. Определены ответственные и сроки исполнения. Теперь необходимо организовать слаженную работу. Все поставленные президентом задачи должны быть четко исполнены. Первые руководители государственных органов несут персональную ответственность. 60 особей. Такой лимит изъятия волков установлен в Западно-Казахстанской области. Причем отстрел степного хищника разрешается только при регистрации нападения на людей и домашний скот. Учитываются и случаи захода в населенные пункты и факты бешенства от укуса волка. Угрозы жизни и здоровья людей, к счастью, в регионе не зафиксированы, но вот нападения на скот участились. Только с начала года поступило уже 8 заявлений из сельских районов. Отмечу, в качестве вознаграждения за голову хищника в бюджете предусмотрено больше полутора миллионов тенге. За голову взрослого волка охотнику выплачивают 26 510 тенге. Это 10 месячных расчетных показателей. На портале елицензирования подается заявка от охотников. И согласно этих заявок мы выдаем уже разрешение, которое называется регулярный числый животных. С начала года, если сказать, поступило нам уже 93 заявки, но из которых мы выданы было разрешение 38 разрешений. И по 55 выдан мотивированный отказ. Мы возвращаемся в наш столичный аэропорт, где работает наша съемочная группа. Там работает Камила Тастанбекова. Камила, добрый вечер еще раз. Что у вас сейчас на данный момент? Приземлился борт или нет? Еще раз добрый вечер, Сергей. Наконец-то мы дождались тех самых пассажиров, прибывших с острова Хайнянь. Они прошли все этапы проверки. Предлагаю у них поинтересоваться, как все-таки обстоит ситуация на той стороне в Поднебесной. Добрый день. Вы с Хайняня прибыли? Здравствуйте. Хабар-24. Скажите, пожалуйста, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая ситуация в Поднебесной? На кого есть? Добрый день. Вот что-то без... Здравствуйте. Все, без комментариев. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какая ситуация? А вот там как-то усилены меры безопасности? Скажите, пожалуйста. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как-то усилены меры безопасности на Хайняне на данный момент? Да, там закрыто все. А вы отдыхали? Расскажите, сколько дней вы отдохнули? Семь дней мы отдыхали, 25-го часа закрыли все парки, все торговые центры, все закрылось. А когда ажиотаж сам начался? А когда вы выезжали? Да нету там ажиотажа. Нету, да? Нету, это все накручено СМИ, там все спокойно, люди живут. Просто проверять температуру постоянно везде всегда. А вот в самих отелях, может быть, возле водоемов, бассейнов как-то усиленные меры? Бассейны закрыли. Тоже закрыты, да? Бассейны закрыли, да. Общественные все места все закрыты. А вот меры предосторожности какие-то, вот туристам? Температуру и маски всем дают. Самое основное, да? А среди вот самих жителей острова у них какое настроение? Обычное, там вот незаметно. Единственное то, что закрыли, говорю, все парки, ничего не работает, нету, где скопление людей закрывается. Ага, хорошо, спасибо вам большое. Ну, к счастью, нам удалось узнать, как обстоит, как с первых уст узнать, как обстоит ситуация на острове Хайнянь. Вот сейчас пассажиры пройдут уже дальнейшую проверку на погранпостах. Но пока хочу же добавить, что решение о закрытии границ между странами не принимается, потому что нету соответствующей рекомендации от Всемирной организации здравоохранения. Но уже приостановлен 72-часовой безвизовый транзитный режим для граждан Китая в Казахстане. Сергей, на этом у меня все. Камила, погодите, прощаться. У меня еще один вопрос к вам. Не знаете ли вы, почему так долго не выпускали пассажиров из самолета? Что именно, их там долго проверяли или какие-то другие манипуляции производили? Если вернуться к этой ситуации, сам борт должен был приземлиться в 19.50. Нам эту информацию подтвердили, что действительно он приземлился. Наверное, мы так думаем, что на борту было 240 пассажиров. Все-таки немалое количество людей, чтобы качественно проверить каждого. Вот эти 40 минут, скорее всего, ушли на проверку. Все-таки мы склоняемся больше к этому. Ну что ж, Камила, спасибо вам большое. Если будут какие-то новости, ждем от вас подробности. Спасибо. Из-за вспышки пневмонии в китайском Ухане в аэропорту Шимкента провели учение подозрительного пассажира. Сначала встретили специалисты департамента контроля, затем его провели в специальный бокс. На изоляцию всего несколько минут. Остальным пассажирам рейса быстро раздали одноразовые маски. После того, как в салоне никого не осталось, началась дезинфекция. Во время учения аэропорт работал в штатном режиме. Случаев заражения в регионе пока не выявили. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции по городу Шимкента спокойная. В городе, в котором работают иностранцы, в частности, с Китайской народной республики, это 240-30 сотрудников 12 компаний, они все сейчас выручатся под наблюдением, если они в ближайшее время были у себя дома. Во время учения тоже еще раз мы хотели убедиться, но убедились, все свои работы работали нормально. Отработан алгоритм действий, выявление транспортировки, обследования и организация карантина. И возвращаемся к теме нападения хищников. 55 особей волков могут по лицензии стрелять охотники Костанайской области. Данный лимит получил только Джангильдинский район. Здесь был зарегистрирован случай попытки нападения хищников на домашний скот. Как отмечают специалисты, сейчас в регионе насчитывается около 630 особей волков. Это на сотню больше, чем в прошлом году. Основная часть животных обитает в южных районах. В последние годы случаев их захода в населенные пункты зафиксировано не было. Мы отправляли письма районной Акиматы, чтобы держали на контроле. И в случае обращения они оповещали нас, чтобы мы принимали меры. На данный момент только Акимат Джангильда отправил нам письмо по данным фактам. И к нам присоединяется Омирбек Кушикбаев, первый заместитель президента Союза фермеров Казахстана. Добрый вечер. Все чаще стали волки нападать на домашний скот. Такие случаи, мы видим, происходят в разных регионах. Везде фермеры несут убытки, поскольку скот, как выясняется, не застрахован. Вот нет такой практики. Почему? Здравствуйте. Вы правы, нет такой практики, потому что периодически такой вопрос возникает. Но надо понять потребность, обсудить это на местах и понять, есть ли такая потребность в данном виде страхования. Если такая инициатива от сельхозтоваропроизводителей есть, тогда необходимо на площадке Министерства сельского хозяйства обсудить данный вопрос с участием страховых организаций и выработать какой-то страховой продукт, который сможет застраховать фермеров от подобных рисков. То есть, правильно я понимаю, что в обычный пакет страхования это не входит? Нет, не входит. Кто-то ведь разводит племенной скот, иногда даже привозной. Это тоже стоит недешево. Рисков много. Скот может быть приобретен на заемные средства. Вот могут ли фермеры в таких случаях рассчитывать на поддержку государства? Да, вы правы, рисков много. Но, к сожалению, на сегодняшний день этот вопрос никак не урегулирован и не регламентирован. Это повод для нас проанализировать данную ситуацию и обратиться в Министерство сельского хозяйства с конкретными предложениями, чтобы выработать какой-то механизм, который сможет, возможно, компенсировать фермерам их убытки. Ну, а ты как-то могут ли помочь в Союзе фермеров или они остаются один на один со своими проблемами? Финансово имеется в виду сейчас? Оставаться один на один со своими проблемами не нужно. Нужно обращаться в Союз фермеров Казахстана, в местные исполнительные органы власти. Мы периодически слышим эти проблемы, стараемся оперативно на них реагировать. Вот, к примеру, в Жамбулской области, я знаю, сегодня мы созванивались, там создан целый штаб, целый отряд стрелков, более чем 200 стрелков, которые сегодня получили разрешение и занимаются отстрелом волков. И на сегодняшний день, я знаю, уже несколько особей отстреляно. Ну что ж, спасибо вам за комментарий, а мы продолжим. Всего за месяц в Казалардзе под поезд попали сразу два человека. И хотя переходить с железнодорожной линии в неустановленных местах категорически запрещено, многие жители это правило игнорируют. Почему так происходит, разбирались наши корреспонденты. Осторожно, поезд. Эта табличка установлена на самом видном месте и сразу бросается в глаза. Однако горожане как будто ее не замечают. В среднем железную дорогу на этом участке пересекают 500 человек в день. Среди них и дети. Я хожу в школу, в магазины, на секцию борьбы. Каждый день перехожу железную дорогу пять раз. Нам необходим пешеходный переход и освещение. Без этого переходить железную дорогу опасно. Особенно тяжело приходится во время тумана. За последнее время население микрорайона выросло. Вместе с тем повысился риск несчастного случая. Ближайший мост через железнодорожные линии расположен в нескольких километрах. Поэтому жители выбирают короткую дорогу. Здесь несколько многоэтажных домов. Население большое. Практически все жители переходят железную дорогу. Мы хотим, чтобы для нас построили мост. Мы уже обращались с этим вопросом к властям. Но результатов нет. Я думаю, прорыть туннель под железной дорогой не требует больших усилий. Ведь мы живем в век новых технологий. Если здесь не появится пешеходный переход, люди будут продолжать переходить в неположенном месте. И несчастные случаи не прекратятся. Сотрудники линейного отдела полиции постоянно беседуют с жителями и даже наказывают нарушителей правил перехода железнодорожных путей. Только в прошлом году были оштрафованы 1200 человек. Мы регулярно проводим рейды совместно с полицейскими. Наша задача не допустить несчастных случаев на железнодорожных путях. Информация о результатах рейдов публикуется в социальных сетях. С вопросом, планируется ли строительство моста на опасном участке, мы обратились в областной Акимат. Однако никакого ответа не дождались. Между тем, за последние два года на железнодорожных путях региона погибли 25 человек. Рауль Габитов, Камбар Бекенов, Канат Янсибаев, Хабар 24, Казаларда. Денежные операции станут безопаснее и эффективнее с переходом обменных пунктов на новый режим, считают финансисты страны. Благодаря тому, что в обменниках станут записывать данные клиентов, им будет проще доказать свою правоту, если в процессе возникнут проблемы. Например, случайно попадется купюра, вышедшая из оборота. Кроме того, с 1 февраля обменники начнут работать с 9 утра до 8 вечера в торговых центрах на 2 часа больше. И только на вокзалах, и в аэропортах поменять валюту можно будет по-прежнему в любое время. И у такого графика есть свои преимущества, отмечают специалисты. Ведь казахстанская фондовая биржа работает с 10 утра до 5 вечера. И именно в это время формируются курсы обмена в безналичном формате. Все, что будет происходить после, нельзя с уверенностью сказать, что это будет справедливая цена. Если вы приходите, допустим, в обменный пункт в 11 часов вечера, как вы можете понять, справедливый этот курс или несправедливый? Это будет сложно. Курс обмена в обменнике наличной валюты будет более приближен к реальному курсу, который сложился на бирже. Ко всему прочему, я четко уверен, что данная мера будет более удобна, ввиду того, что потребитель будет заранее планировать и смотреть более удачный момент обмена наличной валюты. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok